Скажите, пожалуйста, следите за ситуацией с коронавирусом? А как же, конечно. Вот первый раз за месяц вышла на улицу. Маски надо носить в общественных местах, обязательно. А сами соблюдаете меры? Да, конечно, обязательно. Вот в кармане маска. Масочный режим, да, соблюдаем в магазин, когда заходим, да, в транспорт общественный. Пугает ли вас рост заболевания? Да, пугает. Очень пугает. Мы смотрим, вы соблюдаете это на самом деле редко. Потому что я боюсь, у меня папа переболел, теперь я верю, что такое может быть. Конечно, страшно. Заболеет страшно, если заболеют близкие. Но стараемся сохранять все меры осторожности, маски, обрабатываемся антисептиками. Справка мне нужна была просто на водительские права. Ну, какая там дистанция вообще, о чем речь? Просто я пришла в поликлинику, и там вообще об этом речи нет. Да, безусловно, там соблюдается, маски одевайте, бахилы, там, дезинфекция рук, но тем не менее. Возле кабинета сидит 10 человек. Тебе пугает вас, сколько людей болит? Не очень. Меня пугает. У меня нет знакомых или близких, кто болел, поэтому я не очень этому верю. Маска, антисептик, руки мою, ну, не нахожусь там, где вот люди без масок, там кашляют, чихают. Я, в принципе, не боюсь этого и вообще как-то в это особо не верю. Мне и так прекрасно. Без масок, без всего. Насколько вот вас пугает рост заболеваемости коронавируса? Вы следите за ситуацией? Нет, не слежу, и слава богу. Скажите, почему? Ну, не считаю нужным, потому что не особо верю в это. У меня есть родственники, которые пожилого возраста, и больше беспокоятся за них. Вы за ростом и заболеваемостью следите? Конечно. Вы за ситуацией с коронавирусом? Ну, 140 с лишним. Пугает вас рост? Пугает. Потому что у меня хронический бренд. Мы стали более осторожными, да. Часто стали мыть руки. И в общественных местах, если стоят технические средства, мы всеми пользуемся. Обязательно. Что-то изменилось с первой волны? Да, уже более ответственны стали, более уже мазочки начали носить. Всегда с собой, а не при себе. То есть, руки моем. Часто очень, очень часто, не как раньше. А прививку вы стали делать? Не знаю. Я бы подумал очень хорошо перед этим. Ты же болел? Ну, да, я болел. Вы болели? Да. Коронавирусом? Да. Ну, у меня было в легкой форме. Температура 37, 37,2, не больше. Вот. Где-то в течение, ну, двух недель вот болел. Все. Основная проблема с рецепторами была. А так, как бы, ничего такого. Стали бы прививку делать от коронавируса? Ни в коем случае. Ну, не буду. Даже если все будут болеть. Прививаться нет. Я, в принципе, не делаю прививки. Никакие. Если есть какие-то определенные медицинские показания для этого, тогда да. А без надобности, я думаю, что лучше соблюдать другими способами меры профилактики. Стали бы прививаться от коронавируса? Нет. Потому что пока неизвестно, что там вообще. А прививку бы сделали? Нет еще. Я боюсь. Я старенькая. Я бы стала делать. Да. Да. Потому что уже возраст такой надо делать. Как вам кажется, стоит ли на диск рецепт приводить детей? Ой. Нет. Нет. Не дай бог. Дистанционка. Это просто ужас какой-то. Почему? У вас в учете, я так понимаю? Да, да. У меня школьник. Ну, просто маленькие дети, они еще не привыкли к школе. И вот это дистанционно, их не усадить просто. Это провал сразу. Стоит ли закрывать кинотеатры, рестораны? Мне кажется, да. Там слишком много людей, которые без масок не соблюдают. Ну, плевать всем просто и все. Приходится пользоваться общественным транспортом. Там такое скопление людей, что никакой кафе, никакой ресторан, ни в какое сравнение не пойдет с ними. Может быть, стоит вернуть какие-то запретительные меры, примечательные? Что вам кажется, нужно вернуть? Ну, это бессмысленно. Народ у нас тупой. Уже стать есть, конечно. Что нужно делать? Штрафовать надо. Покричат перестанут. Я знаю людей таких, которые тоже кричали, что творится, что творится. А потом коронавирус и по-другому сейчас совсем заговорили. Так что жестче надо. Все. Всех домой. Подъезд заварить. Чтоб сидели. Продолжение следует.